Не ждали? Здорово! Лучано, накорми меня. Мне предстоит ехать в Сергиев Посад по паломническому маршруту дорога в Лавру. Хочу в последний день шикарного сентября бахнуть по фармаджи. Мне как раз вот эти жиры нужны. У меня такая низкая аэровная нагрузка будет. Вот, поэтому и надо еще что-нибудь с собой взять. Нежданна заехал сюда перед такой поездочкой. Итак, друзья, ну как вы поняли у нас сегодня намечается что-то такое грандиозное. Ну, как по названию понятным еду я сегодня по дороге в Лавру из Москвы. Ну, доберусь я формально дом Када и дальше оттуда мы стартанем. Поедем в Сергиев Посад, в Троице Сергиеву Лавру по паломническому маршруту. Всего у нас будет где-то 100 с небольшим километров. Ну, а перед этим нужно заправиться вот такой вкуснотищей. Спасибо, Лучано. Быстенько, оперативно сделал мне спицу. То, что нужно мне как раз для такой низкой аэробной нагрузочки. Сыр, немножечко углей, жир. То есть все, что нужно. То есть как раз будет по большей части сжигаться жиры. Это нам, собственно, сегодня не понадобится. Ну, что, ребят, давайте приступим к поеданию пиццы. Ну, волшебно просто. Ммм, ну, сыр, ну, прекраснейший. Всё. Так, ну всё, я выехал, наелся тысячу килокалорий, накинул разом. Надеюсь, мне хватит где-то до середины дороги. Всё, еду я сейчас к МКАДу, чтобы быть, ну, формально в Москве и начать этот маршрут от Москвы до Сергиев Посада. На самом деле он, конечно, начинается намного глубже. У МКАДа это, по-моему, где-то там какой-то 22-24 километр. Ну, не суть. Я думаю, самое интересное у нас будет от МКАДа. Хотя, кстати, в Москве тоже очень красиво вдоль Яузы, очень живописно. Сплошные кольца в Мэтищах. Вы ещё одно делаете. Обалдеть. Да, 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 ещё один видели. Ещё один. Ладно, ребят, удачи. Мэтищи – город каких-то колец. Одни сплошные круговые движения здесь. Делают ещё одно. Блин, казалось бы, в таком месте мы Тищи. Ну, ладно. Круговое движение – тема. Перекрестки будущего. И так, ну что, формально соблюдена. Я в Москве. Вот МКАД. Пересекаем его. Дорожку. Слева буду. Ну что, вот и начало нашего сегодняшнего с вами маршрута паломнического от Москвы до Троицы Сергиевой Лавры. Так, для начала, конечно же, перед этим был загружен трек в мой диалогон. Всё, если… Так, нам уже с вами, кстати, налево. Если вам трек нужен, то я оставлю ссылочки в описании. Также можете его найти в Страве. Ну, там будет сайт сторонний с GPX-треком. В принципе, для всех устройств он практически поддерживает всеми устройствами. Поэтому скачивайте и наслаждайтесь поездкой. Пока ещё такая погода есть. Всё, едем. Время 11.48 утра. Практически полдень. Сзади меня памятник Николаю Второму. Спереди Благовещенская церковь. А паломнический наш маршрут начинается с таких прекрасных сооружений. Свернул с велодорожки, чтобы ехать по оригинальному маршруту. Хочется его ощутить на себе. Надеюсь, конечно, успею я до цветла. Вернее, до темна. По светлу. Так. О, болото. У меня периодически тут пощёлкивает каретка. Так что, ребят, не бесудьте, скоро займусь. А, слушайте, красота. Так, переехал на другой берег. Вполне пишет планет курса. Нет, вот сюда, по-моему. Вдоль берега, только на другой стороне. Да, кстати, стартанул я с 15-го километра. Где-то плюс-минус сейчас у меня 18-й пошёл. Ну, я пока добрался от дома своим ходом. Ну, ещё вот Дамкат доехал. Вот. Поэтому это у нас 15-й километр, это у нас нулевой. И нам предстоит, по-моему, ровно 100. Может быть, чуть меньше. Вот. Ну, суммарно будет у меня больше сотни такого интересного и красивенного маршрута. Дания зарастёт, тропа в Лавру, друзья. Вот такие вот старые пути. А вот, кстати, вот такие знаки обозначают тропу в Лавру. И можно ориентироваться по ним. Оп. Тут иногда так прикольно петляет. На какие-то объезды, луж и прочее. Ну, а так в большинстве своём здесь такой прямик. Ничего такого. Кому-то скучно. Но такие объезды, корешки добавляют. Поэтому прикольно. Насчёт гревела, в принципе, я думаю, вполне. Единственное, что корни. Да, корни немножечко вас тут напрягут. Но в остальном, я думаю, за счёт довольно-таки жирной резины, какой-нибудь там 2.2. Хотя есть гревелы и есть резины 2.4. Вот, как у меня сейчас стоит. Я думаю, вы вообще без проблем тут проедете. Дорожку. Спасибо. Вот так вот мы расстряхиваем птицу по корням. Ага. Ну ладно. Бывает. Ой, так не туда. У меня всё прямо. Оп. Не, ну ребят, какой гревел? Вы чё? Не, я понимаю, конечно. Проехать можно чём угодно. Но кайфа от этого будет минимум. Подвес же Кантрины это, как по мне, самый универсальный велик. Но, конечно, за такую универсальность нужно платить. Вау. Всё. Ну, это закономерно. Прилечь в самом начале маршрута, это значит, маршрут обречён на успех. Именно на успех, никак иначе. Тут дорогу строят. Поэтому вот так вот тут пока. Так, всё. Райд для велосипедита закончился. Для шоссера. Трицать четыре, десять. Пятьдесять километров в час. Стручу. Нормально. Вот шлюз. Здесь просто новую дорогу сделали. И ещё глушится GPS. Поэтому тут, конечно, вообще непонятно куда ехать. Примерно по Азимуту. Не, маршрут вот идёт по другому берегу реки. Я его немножко переехал. Проехал мимо, поэтому надо вернуться. Да, вот так вот приходится делать. Так, нам по этому берегу. Блин, что-то я тут не хочу. Что-то мне это не нравится. Ай. Ну что ж, нравится, не нравится. Езжай, моя красавица. Паломнический маршрут, он такой, друзья. Он должен у вас все соки забрать. Душа должна отдыхать. А вот тело должно работать. Продолжаем. Никуда. Так, нет. Вот, есть. Есть слева тропинка. Ой. Не, ну смотрите, ходят, ходят люди. Есть он, маршрут. Есть. Доброго денёчка. Как льёт? Да, никак пока. Никак. Ну что ж, успехов вам в этом нелёгком деле. Да не зарастёт православная тропа. Оп. Так. О, утки сиганули. Так, синие указатель на деревьях означает, что мы на правильном пути с вами, друзья. Прекрасно. Не зря мы с вами так страдали. Прокладывали этот нелёгкий путь. Так, ну я хочу сказать, что это, конечно, не велосипедный маршрут. В первую очередь это пешеходный маршрут. И, конечно, ногами-то его попроще преодолевать. Но, правда, не так быстро. То есть, это 120 километров в оригинале. Ну, это у подготовленного человека займёт больше суток. Вот. То есть, без ночёвок не обойтись. Ох. Так, нормас. Так, а вот и мостик через клязьму. Да, это клязьма, по-моему. Который ведёт на знакомую змейку. Тут, по-моему, пять петель. И такой неплохой набор. Ну, нет тут таких прям мощных торчков, но их тут целых пять штук. Так, поэтому можно хорошо здесь поработать интервально. Так что, добро пожаловать. Чётко по азимуту едем. Спасибо. В сторонку. Слева, слева. Спасибо. Вот, спасибо людям добрым. Уступаю дорожку. Вообще, как бы издревле, люди всегда уступали тому, кто верхом едет. То есть на лошадях, то есть, ну, банально, чем ты больше, тем тебе, соответственно, нужно на дорогу уступать. Да, вот тут вот местами, конечно, завалы какие-то пропилены. Старые, свежие ещё пока нет. Ну, ориентируемся на трек, на разметку и объезжаем. Вот тут довольно-таки корнистый и не быстро так ковырятельно довольно-таки. Так, ну что, ребят, что-то погрел. Есть желание? Да ладно, пешочком. Циклокросс! Циклокроссик! Йоп, на полочку заехал. Прокачиваем кочечки. Оп! Опа! Прекрасно. Всё, спасибо ДДТ. Этот участок с золотой осенью мы преодолели. Белая река! Гадёныш, блядь! Выбледок, блядь! За старое взялся! Чё-то там было! Ха-ха! Ах, река, рука! Щенок ёбаный, блядь! Я думал, ты человек, а ты гнида ёбаный! Так, непонятно. Ага, вот направо. Не отонуй мне, в этих пустяках. Рёмка на столе, небо на руках. О! Доброго денёчка. Вот, конечно, не особо удачно припарковались. Ага, понятно почему. Хе. Оп! Так, наверное, налево. Прекрасно. Тут, вы видите, разметочка. Всё, ребят, друзья. Всё понятно. Ахахахаха! Охахахаха! Охахахаха! Ух! Сука, дебил, блядь! А вот эта церковь, иконы Божией Матери, нечаянная радость. Аааа, я, честно говоря, впервые слышу о такой иконе. Вот так вот. Очковоооооооот! Пошёл! Нахрен! Въехал в парк Пушкинский, который будет скоро идти вдоль Середренки. Красота! По этому участку в восемнадцатом году весной проходил первый этап гонки Лавра Байк Челлендж. Моя была первая кросс-кантриная гонка. Я тогда заехал девятым или десятом. Но это, скажем так, даже не кросс-кантри гонка, а что-то такое приключенческое, то есть никакой разметки, чисто трек. Обалдеть, сколько людей-то. Какой-то фестиваль, что ли. Короче, очень популярное место у местных. Всякая еда на костре, гамаки. Красотич. Конечно, прям ностальгия. Помнить, какой я тогда был. Зеленый вообще никакой. На алюминиевом подвесе. Да, прям удивительно на самом деле. Так, ну что, гревелисты, не передумали ехать? Не, на самом деле, чтобы прочувствовать всю изюминку этого паломнического маршрута и, ну так сказать, перенести жертву Господу, я думаю, на гревели вполне себе. То есть максимально отработав физически, вы очиститесь духовно. и я думаю, тут будет прям вообще максимальная такая, максимальный эффект, когда вы выстрадаете вот эти корни на гревеле. Так что, ребята, гревелисты, кто еще там, владельцы хардтейлов, пожалуйста, добро пожаловать, чтобы оценить всю прелесть этого маршрута. Вот такая небольшая красота. Пересек Степаньковское шоссе, по которому частенько нашел с Риэм. И вот, еду сюда. Доброго девочка! Так, вот я сейчас подъезжаю к питонке, к скаду. Ну, кольцевая мобильная дорога Московской области. Так, все, пересек бетонку. И вот тут кабличка была, дорога в Лавру. Все, снова в лес. О, страшно. Ихо! О, бедучка. О, нет. Лучше спешусь. Мы тем временем проехали, я думаю, где в половину. У меня 60 километров позади. Ну, и учитывая, что стартанул я 17-го, что ли, километра. Уже не помню. А вы знали, что велоспорт один из немногих видов спорта, который развивает вас изнутри, как личность, укрепляет ваш внутренний стержень и учит самостоятельности. И я тут не говорю про умение преодолевать себя, ну, все, что с этим связано, которые развивают другие виды спорта. Я про умение вести внутренний диалог самим собой. Тут я объясню. Ну, по специфике велоспорта, чтобы стать хорошим велогонщиком или просто велоспортсменом, даже вот любителем, нужно довольно-таки много времени тратить на тренировки. У профессионалов это там 25 часов и выше. У любителей это соревновательный сезон там в районе 15, у кого-то и 20 часов. Ну, лично у меня это 10-15 часов, вот. Ну, обычно там ближе к 15. То есть это более двух часов каждый день. Но нужно учитывать, что иногда нужно проводить длительные тренировки и... Так, тут нам прямо вот такой вот завальчик. Вот. И эти длительные тренировки, ну, в идеале там проводить от трех часов и выше. Четыре, то и пять. И не все, далеко не все тренируются в группах. Вот. Ну, бывает там, выйдут раз в месяц или еще как-то. Вот. Но большинство все-таки тренируются в одного. Практически все тренировки. И вот вы на вот этой вот длительной тренировке на протяжении этих 4-5 часов предоставлены самому себе. И то, как вы умеете с собой общаться, в общем, это умение вас дисциплинирует изнутри. Оно вас, скажем так, прокачивает. Ведь, я думаю, вы согласитесь со мной, что мало в каком виде спорта есть такое. Очень много командных видов спорта. Там футбол, волейбол. Ну, тот же бег, в принципе, многие по одному бегают, но мало кто бегает по 5 часов. В лучшем случае бегают варафон раз в месяц, там, хорошие спортсмены, там, в районе 3 часов. Но это редко, редкое явление. В основном какие-то там десяточки, пятнашечки, двадцаточки. То есть час-полтора. А в основном такая беговая нагрузка. В велоспорте же у вас 1-2 раза в неделю нужно такое проводить. У вас тренировка начинается от 2 часов. То есть все, что до, это уже, ну, скажем так, халтурка, что ли. Вот. И это, конечно, во многом отличает велоспорт от других видов спорта. И на самом деле много людей попросту не умеют молчать. Не умеют молчать сами в себе. Не умеют молчать с другом, с супругом. И вот эта вот такая вот тренировка многочасовая, она в этом вас прокачивает. Вы начинаете, просто начинаете лучше чувствовать себя внутри, изнутри то, чего вы хотите. Вы общаетесь с самим собой на предмет того, насколько меня устраивает моя жизнь сейчас. Насколько я умею радоваться в моменте. Это на самом деле большая работа. Ведь умение радоваться, оно в 99% случаев зависит не от внешних факторов. Не от вашего какого-то благосостояния. А от умения это благосостояние внутри нажить. Поэтому такие многочасовые тренировки на велосипеде, да и не обязательно тренировки, просто поездки. Вас в этом плане делают крепче, делают сильнее и самодостаточней. Поэтому, друзья, я вам желаю почаще выбираться в такие путешествия просто на тренировки длительные. И проводить этот внутренний диалог с собой с пользой. В идеале, конечно же, это делать одному. Особенно в такие поездки, как я сейчас еду. В идеале это делать одному, ехать в одного. Ну, я считаю, что только тогда вы максимально сможете ощутить счастье в моменте. Никто вам в этом не помешает. Никто не скажет вам, что ваше ощущение блаженства беспочвенно. Поэтому, друзья, отправляйтесь в подобные вещи и будьте счастливы. Сделал первый питстоп на заправку воды, вот немножечко тут мандаринчик решил бахнуть. Кстати, за эти три часа я так вообще не ел. То есть прям пицца вот это вот подпитывает просто тысячи килокалорий. Ну, все-таки это тысячи килокалорий, ребята. Так что надо будет уже, наверное, им через полчасика, через часик питаться. Ну, в принципе, вот сейчас еще углей закинусь, так что нормально. Хотя уже осталось, на самом деле, где-то треть. Вот, я думаю, на километров сорок. Вот так вот заправился мощно. Проезжаем Мурановскую усадьбу. Здесь какие-то гуляния идут. Кузнецы. Смотрите, ярмарка какая, а? Прекрасно просто лошадки. Класс! Да, вот она, собственно, сама усадьба. Так, ну а мы ее объедем сбоку. Налет! Вот источник. Вот прям свернул на маршрут. И вот такой светоисточник здесь. Очень красиво, очень уютно. Ну, а мне туда предстоит ехать. Так, начинается участок Мураново-Абрамцево. Вот такие таблички, кстати, здесь присутствуют. Слушайте, лес ведь такой, везде разный. А вот и путевые заметочки. Так. Что-то у нас. Ага. Давайте-ка посмотрим. Что-то ничего нету. Утащили что ли? Ну вот. Так. Здесь может быть? Ага. Здесь оставляют еду. Что ж, давайте и мы оставим. Вот у меня есть такой замечательный чак-чак медовый. Очень вкусный. Я думаю, кому-нибудь он пригодится, кто заголодает на пути. Я думаю, мне хватит двух бананов, что у меня есть. Ну все. Едем дальше. Так, наконец-то выбрались из корневого плена. Начинаем разгоняться потихонечку. Хотя и тут за унике корневка. Но нормальный спорт хороший. Ах, красота. Ах. Ах. И, 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 и. Ух. Нафиг. Ах. 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 справились с этим челленджем сервера нички кто только в благополучии благодарит бога тот не имеет любви к нему святитель тихон задонский вот этот участок я вам скажу новинки требовательный по технике столько здесь нырков но много вообще успеваешь оборачиваться смогу стартануть с места в гору посмотрим ухты смотри какая красота вот это да что это такое какой-то садик класс цветы и ключи это были вот указатель видите сколько много тут уж не запутаешь вау сколько цветов то а ой какова красота осенняя сказка какая-то друзья так ну куда же без минусов меня вот эта вот сумка честно говоря уже задолбала вот эти вот липучки от трясучки не держит вообще ничего просто кошмар вот я 1 20 ее застегивал на ходу просто же сейчас уже две отвалились надо было брать с пластиковым креплением я что-то в решил в простоту конструкции удариться но надо было все-таки с пластиковым вот такая вот сумочка так и направо спасибо давай давай поехали не хочется ехать ладно да длинная лестница куда-то выехал как-то очень похоже на ходькова в принципе да сзади меня покровский монастырь ходькова он красивый очень там классный вид открывается на него со стороны мы там частенько бывает проезжаем на боевой прям класс здесь по-моему был старт третьего этапа осеннего блин класс так прикольно по этим местам про к проехать вновь спустя пять лет а вот вам лайфхак чтобы ветки и крапива них местам по рукам держитесь выносы ну так когда дорога не требует какой-то рулежки серьезный заход нормально ничего не кричит роли раздвигает прекрасно пользуйтесь хрени тут колеи понятно скользко ребят ну чтобы она пришло твое время красота так а это по моему радонеж да он самый да ничего ничего есть немножко времени бампер дорогой понятно да спасибо большое спасибо да не за что королева вот 90 проехал йо не ну я не из этих не из профессионалов я так любите ну гоняю да спасибо времени много да вам тоже всего доброго да и вас также по такому лететь только под музыку ребят не ну проехать по такому маршруту и не испить водиться из ручья из источника святого грешно класс освежает местами тут серьезный завал колея колея не засасывай меня пожалуйста очень много тут колей какой-то парк приключений мощный мостик у нас проблемы проблемы для того чтобы их преодолевать так как ты преодолел почти что-то этот затычный участок не кончается сейчас все под раскатилось а до этого вообще очень много мостиков очень много каких-то переходов просто затычных мест и вот едешь и едешь и едешь и едешь нескончаемый сингл трек какой-то вот уже конечно да начинаешь от него уставать ну морально вот и конечно да дорога дорога забирает свое нужно отдать что-то в жертву и снова здравствуйте как здорово-то тут сергиев посаде вел дорожка такие фонарные столбы прикольные красивенько вот смотрите-ка красота ну вот она уже слева виднеется красота красота слушайте закат даже еще красивее ну вот она я доехал 110 километров пути и я наконец-таки здесь троица сергиева лавра ну а там к до получается 95 там еще где-то 25 километров от москвы в итоге сам маршрут в оригинале 120 километров но может быть чуть меньше вот я его по максимум проехал в оригинале за исключением московской части и конечно вот по маршруту непростой непростой он действительно ну он конечно не ухоженный это не велосипедный маршрут это по большей части пешая тропа такая паломническая но вот он забирает у тебя то есть ты вот отдаешь скажем так свой какой-то вклад вот в это вот маршрут вносишь во свою какую-то жертву отдаешь чтобы максимально запечатать его в себе чтобы максимально он отложился этот маршрут все твои старания вот ну по времени получилось у меня 5 часов 40 минут чуть меньше средняя небольшая 19 половиной но я ехал особо не торопился вот единственное что конечно хотелось бы чуть пораньше сюда приехать на электричку на одну не успел но не страшно подожду обязательно нужно купить коврижку вот ребята очень вкусная тема приехать в посад в лавру и не купить коврижку это преступление обязательно нужно это сделать ну а где посмотрите на это ну это прелесть самая красивая в этой поездке это конечно же но и путь путь не менее интересен путь конечно во второй половине маршрута но он уже так морально начинаешь уставать вот особенно когда этот был нескончаемый сингл трек такой ковырятельный с кучей мостов в общем да но проехал все нормально да кстати по велику муж кого интересно вот на карбоновом седле почти 6 часов седле проехал прекрасно все прекрасно собой а значит вот литровую флягу брал 950 миллилитров если быть точнее выпил всего два литра воды ну учитывая вот эту газировку там два литра жидкости съел два банана и один чак-чак вот ну такой 50 грамм но я конечно перед выездом вы видели съел одну пиццу там нормально так калорий где-то по 1000 вот прям отлично есть не хочу вообще шикарно пиццу растряс все растряс в общем максимально доволен ребята пробуйте тоже сами на себе такой маршрут не обязательно здесь в других местах но лучше конечно приезжайте сюда этот маршрут он он интересен по-своему но и место конечно же просто прекрасное приезжайте в посад здесь круто с вами был разгуляем всем пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok